Короче говоря, я блогер. Это было 29 апреля. Я допивал свой ароматный кофе и думал, чем я хочу заняться. Надо было заработать денег. И наконец я придумал, и я стану блогером. Я решил поделиться новостью с родителями, но потом махнул на них рукой. И я решил поделиться новостью с друзьями, думал, они меня поддержат. Я сказал другу, что я хочу стать блогером, на что он ответил. Два вопроса. Как? И нахуя? Да, не то, что я хотел услышать. Махнул на него рукой и ушел. Тогда я решил, что надо начинать все по-новой и самому. Так я и сделал. Я заварил еще немного себе чая, попутно думая, зачем мне это блогерство и зачем мне вообще снимать видео. Первым делом я хотел стать популярным, но сперва надо было достать где-нибудь камеру, так как кроме телефона у меня больше ничего не было. Решено. Я снимаю на телефон. Теперь надо придумать идею для видео. Но в голову ничего не приходило. Я решил поменять место локации. Думал, новая идея появится. Далее я решил приехать в соседнее село и развеять свои мысли. И наконец-то обдумать сюжет видео. И да, я поменял на внешний вид, так сказать, в новой одежде с новыми мыслями. И тут меня осенила идея. Надо заснять видео такое, которое наберет миллион просмотров. И я это сделаю. Я достал телефон и начал снимать всякую херню. Думаю, что она залетит. Снимала походы по заброшкам, так как это самый популярный контент. Но по-моему это никуда не годилось. Я решил заснять что-нибудь необычное. Например, какой-нибудь клип. Я долго думал, что мне лучше заснять. И тут меня дарил одну идею, которой я вам сейчас всё расскажу. А именно, я снял клип на песню «Хулиганы» с Ламой Ильяшевой и Султана Лагучева. Выложил в ТикТок. И, о боже. Да-да, мой клип посмотрел сам Султан Лагучев. Счастье были полные штаны. Но самое тупое видео было. Это когда я залез в шкаф и просидел там полурока, потом посреди урока вышел. Да, и это была моя цель, стать популярным. Получилось. Далее я заснял это видео, которое сделало меня по-настоящему популярным. Да-да, и мне вместе с популярностью пришёл хейт. Очень много хейта. Даже задумался бросить блогерство. Но я не сдавался. Как говорится, блогер без хейтеров не блогер. Но я не сдаюсь. Как говорится, я буду дальше бороться с хейтерами. Возможно, однажды я буду популярным блогером. И моя слава меня достигнет. Ну а пока я буду идти вперёд на встречу к славе. Возможно, однажды у меня будет топовый Мерседес, о котором хейтер позавидует. Короче говоря, я блогер.